Заложники четырех стен так называют себя пожилые, инвалиды, мамы, малыши. Жители дома номер 6, что в почтовом переулке. Если ломаются лифты, а в 12-ти этажке их два сиди дома. Часто они не работают. Вот спустишься куда-нибудь, а уже возвращаешься, уже лифт не работает. Эти лифты – давняя головная боль. Дом был сдан в 81-м году, и с тех пор лифты не менялись. Телефон ремонтной службы здесь знают наизусть в каждой квартире. Слесарь по ремонту лифтового оборудования бывает сутками здесь дежурит. Внутренняя лестница – ни альтернативы, ее просто нет. Не предусмотрели проектировщики. Вы не можете подняться даже на второй этаж, не говоря, третьем и четвертом. Вариант на всякий случай имеется. В ливней работе мы пошли на черную лестницу. Галина Ивановна взяла на себя функции нашего гида. Она рассказывает и показывает, как жители пробираются в свои квартиры. Сначала обходим дом вокруг. Вот она, заветная дверь. Закрыта. Наверное, силу надо, или даже не знаю. Руку помощи вместе с ключом протягивает соседка. Вот она, та самая лестница. А вы на каком этаже живете? На седьмом. А вот они еще, это еще начинает, я еще благодать, на седьмом я дойду. Пробираться по ней, как говорится, врагу не пожелаешь. Сейчас ни гроб здесь не принесешь, ни носилки не принесешь. А когда что-то с мебелью, ну, именно так вот отсюда вот. А еще жители боятся пожара. Если будет пожар, лифты, естественно, сразу не работают. Ну, света нет, ничего нет у нас, да? Значит, лифта нет. Здесь уже может быть задымление, и ты неизвестно, выйдешь или нет. Здесь дверь еще может закрыться. Поэтому проще нам со своих балконок, кто, конечно, не на двенадцатом этаже, а на двенадцатом этаже самоубийца, а где-то с третьего, с четвертого этажа. Мы на балконе, где-то уже себе так на всякий случай, я пришел, дети были маленькие, я на всякий случай приготовила канат, плотную такую веревку, чтобы я хоть детей смогла спустить с балкона. О своих радостях быта жители каким только чиновникам не рассказывали. Дошла очередь и до депутата Госдумы Николая Зимцова. На прием пришла ваша жительница вашего дома и сказала, что перед тем, как войти в лифт, она молится, чтобы не застрять в нем. Мы ей обещали, что приедем и прокатимся на этих лифтах. Если нужно помолиться, помолимся. Ну вот предлагаю вместе с вами прокатиться. Настало время испытывать лифт. Только не говорите нам, что денег нет, мы не в очереди далеко, и я это даже не хочу. Нет, мы приехали к вам специально, чтобы посмотреть и изучить. И помочь нам, пожалуйста. Экскурсии, маржи, броски по этажам закончились серьезным разговором. Надо принимать срочные меры, искать выход. К вашему случаю надо подойти особо. Его надо изучить просто. Отвечая на наши вопросы, Николай Зимцов сказал так. Он будет лично контролировать решение данного вопроса. Как только лифт ломается, жизнь в доме прекращается. И вы видели, что это люди в основном преклонных лет уже. Поэтому отношения мы просим особенного отношения к этому дому. Об этом мы и договорились. О том, что администрация города изучит возможности индивидуального подхода к этому дому. Вот мы на это надеемся и надеюсь, что администрация услышала. Новые подъемники не всегда в радость. В рамках программы капремонта в минувшем году заменили 55 лифтов. Работы прошли в 24 многоквартирных домах. Областная прокуратура по публикациям СМИ о ненадлежащем состоянии лифтов провела проверки с привлечением специалистов Ростехнадзора. Выявлены нарушения. Руководителям шести управляющих организаций внесены представления. Наталья Пехтерева, Сергей Руднев, телеканал Первый областной.